А куда ты поступила, Лиза? В факультет прикладной математики. Вы учитель математики? Я немножко боюсь распределить. Ну, немножко очень сильно. Что такое сессия? Это, короче, такое время, когда ты задаешь зачеты, экзамены. Привет! Мы запускаем новый проект под названием «Через год». Будем приглашать в студию людей, жизнь которых может сильно измениться спустя 365 дней после нашей съемки. Разговариваем с ними сегодня, а спустя год снова зовем к нам и задаем те же вопросы. Кто эти герои? Молодожены, призывники, люди, которые готовятся стать родителями. Сегодня мы поговорили с теми, кто только что поступил в университет. Попросили ребят предположить, каким будет студенчество, узнали, собираются ли прогуливать пары и списывать на экзамене. И сколько хотят зарабатывать в первый год после выпуска. Леха, сколько ты хотел зарабатывать в первый год после выпуска? Вообще я ничего не хотел. Про деньги вообще не шло. Работу бы найти. Мы очень надеемся, что вам понравится наш новый формат. Обязательно расскажите в комментариях, что вы о нем думаете. И не забудьте поставить палец вверх. С такими предметами, как биология и химия, можно поступать либо в БГУ, либо мед. И если выбирать между людьми и дрожжами, наверное, лучше дрожжи. Я готовила эту шутку, честно, готовила. Вообще я хотел сначала пойти на пилота, потом я просто по здоровью не прошел. Ну и еще тем более надо в Питер ехать. Там учиться, ну или в Ульяновск. Не хочу. До нескольких недель назад я вообще не знала, куда, что, почему. Мы с родителями думали долго, как бы смотрели разные университеты. И в последний день подачи документов просто решили, что вот, туда я 100% прохожу. У меня пошли хорошие предметы химии с биологией. И я решила связать свою жизнь с медициной. И все это время я хотела поступить именно на лечебаг, быть врачом. Вот как весло. Я просто не знал, что делать, мне друг посоветовал. Я хотел идти на спортсмена, но в итоге пропало желание, в общем. Не знаю, потому что непрестижно. Я в девятом классе собиралась давать для поступления в лицей физику, математику. ЦТ приходилось давать по этим предметам. А куда можно пойти? В принципе, только на программиста. Я узнала о возможности волонтерить. И вот в МГЛУ есть возможности для этого. И там будет много людей с такими же интересами, как у меня. А куда ты поступила, Лиза? В факультет прикладной математики. Вы учитель в математике? Программист сидит на мягком кресле, живом таком классном. За окном красивый вид. Не сидишь такой за компьютером. Программист. И это человек, который будет как-то продвигать товар, пытаться всеми силами придать его потребителю. Я пока без понятия, что там будет. Там типа может какой-то свет, какие-то приборы. Главное, все звучит красиво специально, все остальное, в принципе, не важно. Я читала, что сидячая жизнь очень плохо, поэтому я буду стоять на каком-нибудь заводе. Нет, ты будешь так, куточка? Биотехнолог Мария. Ну блин, звучит круто. Ну согласитесь, биотехнолог. Программист Лизуня. Что такое компьютерная лингвистика, я не имею никакого представления. Но, возможно, я буду преподавать в какой-то компании. Проектируют, наверное, спортивные объекты и стадионы, и ледовые аренды. Наверное, это, по крайней мере, я себе так представляю мою специальность. Белые халаты, помогаешь людям, и получаешь какую-то отдачу от них, и сам отдаешь себя полностью этому. Уметь, как бы, предложить лекарства нужные, зарекомендовать какие-то определенные лекарства. Ну это же все-таки взрослая же жизнь, ты сам за себя отвечаешь. С утра можно, может, тебя придавить к подушке немножко на одну пару. Может, не надо. Ну как пойдет? Насколько мягкая подушка. Я за свою жизнь ни разу не пропустила занятия. Я себя чувствую очень плохо, когда пропускаю. Я думаю, они изучают. У меня половины просто не было в лице. Я не знаю, а мне кажется, они на тех занятиях, которых у меня нет, они проходят самое главное. Я не буду пропускать. Наверное. Я буду. Надо даже не придет на первое занятие. Не, ну надо посмотреть мальчиков. Я думаю, что я буду пропускать занятия, которые мне не особо, по моему мнению, важны. Я лучше посвящу это время на то, что мне действительно интересно и что меня будет развивать. Если бы я поступала не в мед, конечно, я бы прогуливала пары. Но здесь ты пропускаешь одну, и потом придет к тебе пациент, допустим, а что у меня там болит? И я такая, а я в это время дома там полежала или там пошла гулять с друзьями. И не буду знать ответ, ну и как бы нежелательно. Естественно, буду, потому что, ну, может не на первом курсе, но может потом. Но как пойдет? Надеюсь, что не буду пропускать, потому что, ну, я всегда ответственно относилась к учебе. Не хочется начинать забивать. На самом деле я, наверное, буду ходить на пары, но если только заболею. Я уже знаю несколько женщин с нархоза, которые, в принципе, могут на что-то закрыть глаза, которые такие, ну, добренькие, понимающие. На таких экзаменах, как, например, математика, наверное, нет. А если философия, если по ним будут экзамены, наверное, буду. А может и не буду. Если это будет какой-то предмет, в принципе, бесполезный, то, возможно, где-то что-то испишу. По нужным предметам надо свои знания как бы вкладывать, а по ненужным можно исписать, хотя я не умею списывать. Сколько пыталась, у меня все время падает телефон. Наушники некоторые проносят на экзамен. Это жестко. Вот этот шарик металлический себе в ухо ссувать. Я думаю, я в любом случае буду списывать на экзаменах. Даже если я все выучу, я все равно буду пытаться. Если отберут уже с прыгалки, хотя смотря, какое будет наказание. Если это посмотреть кто-нибудь из БНТУ, из моих преподавателей, то, если что, это просто наигранная обстановка. Я готова к четверкам. Да, хотя бы четыре. Ну, уже понятно, что мой аттестат 9,4 плакал там. Зная ее, у меня будет где-то 9,4, так же останется, потому что... Маша, пойдем погуляем. Нет, я сижу, я занята, я делаю уроки. Кого я обманываю? Даже то, что учить не надо. Хотелось бы, конечно, иметь средний балл повыше, ведь это зависит от моей стипендии. В идеале это больше 9. Ну, я рассчитываю от семерки и выше. Ну, хотя бы от 6 и выше, по-моему, потому что нужно перевестись на бюджет от этого балла. Ну, насколько я знаю, для получения стипендии нужно где-то около 6, наверное, от 6. Ну, вот хотя бы на 6. Ну, я рассчитываю на средний балл не меньше 8. Ну, надеюсь, 8 и выше, 9 и выше. 70 средний балл рассчитываю. 70 минимум, а и могу больше, я это знаю, просто мне нужно заставлять себя это делать. Зачем? Ну, как, красиво. Я немножко боюсь распределением. Ну, немножко очень сильно. Ну, чтобы меня не заперли в какую-то деревню, не знаю, доить коров, смотреть, какое у них молоко. Ой, боже мой, я сейчас заплачу. Ну, вообще, если отправлять в деревню, то это не круто. Это опыт. И в любом случае, где бы ты ни работал, ты получишь какие-то навыки, умения, знания. И когда тебя будут уже принимать на работу, будет важен вот этот как раз таки опыт, который ты можешь получить на бюджете. Я считаю, что в медицинском распределение для будущего врача – это очень даже полезно. Потому что если ты выходишь после медицинского, и ты не имеешь никакого опыта за спиной, то вряд ли ты найдешь себе какое-то место для работы, куда тебя примут с распростертыми объятиями. Распределение – это очень полезная, хорошая вещь. Синократно. Отработаешь два года. И что? Легко говорить. Ответственный, если человек, например, то он может сам найти что-то лучшее для себя, а если нет, то может это какой-то и плюс. На самом деле, хотелось бы либо в свой город вернуться, либо остаться в Минске, в каком-то другом крупном городе. Потому что больше возможностей, сами вы понимаете, не хотелось бы попасть в какую-нибудь деревню. Я думаю, что можно было бы сделать выбор распределения. Человек сам хочет, если работать, а если его отправят куда-то, то можно работать. А если нет, я не вижу в этом смысла. Тысячи долларов, если нет, то программисты все зарабатывают от тысячи и выше, мне кажется. Ну, потом, короче, я планирую зарабатывать три тысячи, пять тысяч. Ну, и там, короче, я пошла по накатанной. Я думаю, что после окончания университета, спустя, может, один год, я буду получать не меньше 500 долларов. Я считаю, что около 350 долларов. Я думаю, тоже где-то так, в районе 300-400 долларов. Я не знаю, как сложится, куда распределять. Знаете, в каких-нибудь деревнях можно 100 долларов зарабатывать, счастлив будешь. Наверное, для начала, ну, хотя бы долларов 500. Если ты будешь доить коров, то ты и 500 не будешь зарабатывать. Я планирую, ну, как все, хотят нормально зарабатывать. Ну, тысячу, да, рублей, не долларов. Ну, хотелось бы не меньше, чем 500 долларов. Вот я сравню со Жлобином. У нас 500 рублей зарплата. Для начала это вообще хорошо. А в Минске мне сказали, что это очень мало для Минска. Да, очень мало. Если я собираюсь работать все-таки в Минске и жить продолжать в Минске, а я собираюсь продолжать жить в Минске, полторы тысячи минимум рублей. Я думаю, на распределение столько не платят. Я бы хотела дружить со своими школьными друзьями, но мне кажется, что они... Ты их удалила из друзей. У меня большинство моих школьных друзей переезжают тоже в Минск учиться. Поэтому я думаю, что мы будем частенько пересекаться в Минске и, возможно, вместе даже тусоваться. У меня нет, потому что у меня нет школьных друзей. Я приобрету их в университете. Есть определенные люди, лучшие друзья во время учебы. Вот это вот все. У меня две таких подружки есть, с которыми, скорее всего, мы еще будем долго общаться. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Со всеми остальными так не будет, скорее всего. Единственные там единицы остаются со школьных времен. Вот пример. Есть тоже 2-3 человека, с которыми общение точно не закончится. По классу поступило медицинский, с ними я там точно буду видеться. Привет пока будет, но насчет большего общения я не уверена. С некоторыми друзьями со школой я еще поддерживал отношения и надеюсь, что будет дальше. Мирон, привет. Тех отношений, которые были раньше, уже не будет, потому что у каждого свои интересы, свои дела. Ну, хотел бы сохранить что-то, наверное, с тех времен. Если я разочаруюсь, то я все равно буду доучиваться, потому что, как-никак, мои родители вложили деньги в это обучение, и будет просто стыдно им. Если не захочу работать по специальности, я пойду на еще одно большее образование или найду себя в сфере ноготочков. Я не смогу уйти, потому что история с студентом, который решил отчислиться, ему 25 тысяч, выставили счет или что-то вроде того. Я не хочу это на своей шкуре. Я доучусь в любом случае, потому что зачем-то же я поступала. Хотя есть такой вариант, что перейти со второго курса в какой-то другой университет. Ну, я думаю, что я разочаруюсь на самом деле, поэтому я ничего не ожидаю. Ну, я тоже доучусь, до конца доведу начатое. Я буду доучиться, если вдруг решу, что это не мое. В любом случае, высшее образование нужно, и еще с таким инженер звучит красиво. Либо я иду до конца, либо я вообще никуда не иду, поэтому я буду доучиваться, и, понятное дело, возможно, я потом поменяю свое мнение, так что почему бы не попробовать. Девушку хочу найти. Инженер, представляете, девушка-инженер? Это же... Страшное дело. Красиво. Мне кажется, в студенческой жизни будет гораздо больше актива, веселья какого-то. Школа жизни не как знания тебе дают, а как вот готовят то, что будут ходить по головам. Я реально какой-то пессимист. Я так жду от учебы новых знакомств, чего-то вообще кардинально нового, чего у меня не было раньше. Вокруг общения новый какой-то. Будет сложно, но надо искать время, чтобы не только удариться в учебу головой, но и жить. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok